Дети вошли, вы еще раз их предупредите о необходимости все сотовые телефоны сдать на входе. Запомнить и не забывать ни на минуту, сегодня сотовые телефоны под строжайшим запретом. На инструктаже организаторов ЕГЭ напутствуют почти полчаса, ведь этот пункт проведения экзамена теперь на особом контроле. Слышно, что попали с телефоном, ну то есть выгнали из аудитории. Эту новость ровно неделю назад активно обсуждали все грязинские школьники. На ЕГЭ по русскому языку сразу два ЧП, поэтому сегодня третья гимназия как неприступная крепость. Здесь инструктаж проведут и металлоискателям обыщут, если понадобится, поэтому большинство сдающих уже и не рискуют. Все равно у меня все заберут. Телефон я уже заболговременно решил оставить в школе, поэтому я не знаю, я лучше напишу сам. Получи, фото, телефон не забудьте сдать. Сумки в сторону. Причем их сегодня заставили сдать не только детей. Организаторы экзамена хоть и повозмущались, но и свои сумки сложили на шкаф, чтобы соблазна помочь ученикам не было. В классах все шкафы опечатаны. Даже туалеты закрыли. Оставили лишь два. И то под наблюдением. Очень жесткая атмосфера. В том плане, что больше напряжения не от заданий, а от той атмосферы, которую нам задают. Но другого выхода нет, уверяют в экзаменационной комиссии. На прошлом экзамене в области было выявлено сразу восемь нарушений. И бороться с ними можно только одним способом. С каждым экзаменом стараемся строже проводить. В том плане, чтобы и детей обезопасить, и организаторов обезопасить. Чтобы экзамен проходил в штатном режиме, в спокойной обстановке. Результаты не заставили себя долго ждать. Как сообщили в областном управлении образования, ЕГЭ по математике прошел намного спокойнее. Окончательные итоги подведут сегодня поздно вечером. Светлана Федоренко, Тимофей Астахов, ТВК Новости.